До 6 миллионов рублей могут получить югорчане по ставке в 9% годовых. Этой льготной ипотекой предлагается воспользоваться тем, кто самостоятельно возводит частный дом, не оформляя договор подряда с профессиональными застройщиками. Об этом объявила губернатор Югры Наталья Комарова на региональном оперативном штабе. Также глава региона прокомментировала поддержку медиа-отрасли. Системообразующие организации из этой сферы, в том числе электронные, печатные СМИ, полиграфисты смогут получить займы по льготной ставке в 11% на срок до года. Эти деньги полагается потратить на пополнение оборотных средств, сохранение штата сотрудников, объема и качество продукции. Гриппа в Югре нет, а заболеваемость ОРВИ в среднем ниже эпидпорога почти на 50%. Рост числа простудившихся отмечается лишь в Радужном и Югорске. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. Превышение порогов фиксируется в Советском районе, Ханты-Мансийске, Белоярском, Покачах и Нягани. Что касается коронавируса, в Югре заболеваемость ниже относительно предыдущей недели на 7,5%. С точки зрения географии, больше всего заразившихся было в Нижневартовске, Нягани, Сургуте. У большинства заболевших ковид проявлялся в виде острой респираторной вирусной инфекции, в других случаях в виде пневмонии. Здравствуйте, это Людмила Леонтьевна. Вас приветствует страховой представитель страховой компании Сагас-Мед. Мы хотели бы вас пригласить на вакцинацию. И сейчас можем вас записать через электронную регистратуру. Теперь жителям Югорска, застрахованным в компании Сагас-Мед, стал доступен еще один способ записи на вакцинацию. Специалисты с помощью доступа в электронную регистратуру помогут выбрать удобное время для прохождения процедуры. Несмотря на то, что темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекции значительно снизились, риск заразиться и тяжело перенести инфекцию все еще слишком высок. Поэтому приёчная кампания не завершается. В целях организации медицинской помощи страховые представители Сагас-Мед проводят информирование населения о необходимости вакцинации. Наши специалисты по спискам, полученным от медицинских организаций, в режиме реального времени, посредством телефонного обзвона, помогают застрахованным записаться на приём. Специалисты консультируют, информируют, сопровождают, помогают подобрать удобное время. Здоровье и спокойствие застрахованных лиц являются важнейшим приоритетом деятельности страховых медицинских организаций. Директор Югорского филиала страховой компании Ольга Антонова считает, что вакцинация — это реальный способ защитить от инфекции не только себя, но и своих близких. Сегодня она прошла повторную процедуру на базе Югорской городской больницы. Главный врач учреждения также поставил ещё одну прививку. Мы уже многократно говорили о том, что единственный надёжный способ защитить себя от неблагоприятных исходов при заболевании новой коронавирусной инфекцией — это вакцинация. Сейчас достаточно большое количество первично вакцинированных у нас в городе есть, больше 22 тысяч человек. Мы настоятельно рекомендуем повышать, так скажем, уровень антител в крови, ревакцинацию, то есть повторной ревакцинацией. К сожалению, на сегодняшний день у нас мнимое эпидемиологическое благополучие, и люди расслабились, считают, что это ненужная затея. Это совершенно не так. Мы настоятельно призываем всех прийти и повторно вакцинироваться. Мы третий год живём в новых реалиях с новой коронавирусной инфекцией. Для себя лично я выбрала несколько правил, которые обеспечат безопасность меня, моих близких и моих окружающих людей. И первое — это правила чистых рук. Второе — это вакцинация. Раз в полгода нужно тренировать свой иммунитет, делать эту встречу с этим вирусом, чтобы иммунитет запомнил и мог бороться с этой инфекцией. Поэтому раз в шесть месяцев я ревакцинируюсь от коронавирусной инфекции. И третье — после того, как вы перенесли инфекцию, необходимо отследить своё состояние здоровья. И сейчас такая есть возможность — это пройти углублённую диспансеризацию. Для удобства пациентов организована предварительная запись на вакцинацию. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуги. Также можно воспользоваться электронной регистратурой. Ещё один способ — обратиться в колл-центр больницы по телефону 2-11-12. Евгения Зима, Артём Крюков, Югорск ТВ. Ряд соглашений планируется подписать на полях международного IT-форума в Югре. Проекты одобрены на заседании окружного правительства. Один из документов — о взаимодействии с Ростелекомом в строительстве волоконно-оптических линий связи. Это позволит обеспечить высокоскоростным интернетом около 30 труднодоступных населённых пунктов региона. Другое соглашение — с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом. Согласно этому документу, будут развивать стратегическое партнёрство при подготовке кадров в области информтехнологий и инженеров для нефтегазовой отрасли. Планируется создать образовательный центр в Кагалыне. Первым и самым важным условием положительного рассмотрения заявки в Минпросвещение является нуждаемость школы в ремонтных работах, которую, к примеру, в случае с первой школой даже особо доказывать не приходится. Учреждение работает в Нягоне с 1976 года. Капитальный ремонт за почти полсотни лет не проводился ни разу. После капитального ремонта изменится всё в нашем образовательном учреждении. Это не только рекреация, не только столовая, медицинский кабинет, но и учебные кабинеты. В первую очередь, конечно, мы заказываем оборудование для учебных кабинетов. Это парты, стулья, мебель, интерактивные доски заказываем. Кабинеты будут оснащены по последним требованиям, по современным требованиям. Программа предусматривает комплексное формирование современного образовательного пространства. Изменения должны затронуть абсолютно всё. От облика кабинетов до закупки учебников и переподготовки педагогического состава. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. У обновленной среды обучения и оболочка должна быть совершенно отличная от прежней. Выбирать новое лицо родной школы будут сообща педагоги, родители и ученики. Собирать пожелания педколлектив начинает уже сегодня. Дети выбрали более яркие тона, зелёные, синие, красные тона. А родители, наоборот, выбрали другой дизайн школы. Но, значит, когда уже будет утверждена вся проектно-сметная документация, в школе будет работать специальный дизайнер, который будет заниматься оформлением нашего образовательного учреждения. Также будет проведено голосование учеников, родителей, педагогов нашего образовательного учреждения. Будет учитываться мнение каждого из них. Экспертное заключение по итогам обследования нягонских учреждений показало, что у многих школ проблемы общие. Практически всюду, за исключением относительно новых объектов, требуется замена системы тепловодоснабжения, ремонт кровли, модернизация учебных кабинетов и придание эстетичности и функциональности прилегающим территориям. Задача все-таки не делая акцент на строительстве только новых школ, но и спасая имеющиеся, действующие школы, потому что это история, это традиция. Здесь, видите, все в одном объединяется. Я думаю, что это правильная идея и наша задача это реализовать. Это очень глобальная работа, да, потому что это касается и внешнего вида облика, это касается замены всей внутренней инфраструктуры. Конечно, если нам удастся это сделать, наша школа поменяется и качественно, и психологически, по-моему, будет восприниматься на совсем другом уровне. Вторая и третья школы не просто в одном порядковом, но и едином историческом ряду. Этим объектам за 30 и проблем за десятилетия накопилось немало. Чтобы создать совершенно новые условия для обучения детей по современным стандартам, да еще и в нескольких школах сразу, «Нужно чудо» или вот такая беспрецедентная президентская программа. Но реализация ее рассчитана исключительно на условиях софинансирования. Федерация, округ, бюджет. В подготовке документов включены такие структуры, как УКСИР, это подготовка, ну как и определение объема работ по непосредственному ремонту. Это ОГХ, это вопросы благоустройства и замены коммуникационных сетей всех образовательных организаций. Это комбинат питания, потому что нам нужно будет оснастить пищеблок современным оборудованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Это детская поликлиника, потому что нам нужно будет оснащать медицинские кабинеты. Правительство намерено рассмотреть заявки до 15 июня. И если Нягонским школам удастся войти в число участников, то почти 3000 детей ежегодно смогут получать общее образование на качественно новом уровне в условиях высокотехнологичной и безопасной образовательной среды. Елена Гаврилова, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал, специально для телеканала Югра. Квартиры ребята получают в 17-м. Новый район, уютные благоустроенные дворы, много молодежи. Все эти дома возводит Сиппромстрой, которого сегодня называют главным застройщиком Нефтьюганска. Хочу вас от всей души поздравить с этим замечательным событием, как от себя лично, так и от губернатора Санта-Мансийского автономного округа Натальи Владимировны Комаровой. И пожелать вам, что ваше новое жилье, оно было наполнено всегда радостью, счастьем, благополучием. Хотелось бы пожелать, чтобы эта квартира вам дала шанс, новый шанс в жизни, который позволит вам укрепиться внутренне, чтобы вы были счастливыми, чтобы у вас в жизни складывалось все ровно так, как вы хотите. Валерий Супрунов и Александр Качанов оказались в числе первых, кто в этот раз отметит новоселье. Валера закончил политехнический колледж, уже работает. С опекунами у него прекрасные отношения, но юноша счастлив, что теперь у него есть собственная крыша над головой. Пришло время самостоятельной жизни. Очень обрадовали звонком, когда с целью квартиру буду получать. Сказали, что хотим вас обрадовать, в ближайшее время получите квартиру. И прям улыбка на лице сразу появилась. Мы очень рады. В реальности квартира оказалась еще лучше, чем была на фотографии. Тем более, что застройщик в качестве подарка еще и купил ребятам мебель. Диван, шкаф, купе, комод, на кухне стол и стулья, на окнах занавески. А больше всего понравился вид с 15 этажа. Осталось купить холодильник и стиральную машину, и можно заезжать, резюмирует молодой человек. Сначала года это уже вторая крупная партия квартир для детей-сирот. В марте жилье получили 33 человека. В течение июня ключи вручат еще 29 юношам и девушкам. Реализация экологических проектов – вот о чем поговорят на прямом эфире губернатора Югры Натальи Комаровой. Трансляция на тему охраны окружающей среды пройдет 10 июня в полдень. Обсудят изменения в законодательстве, меры, принимаемые промышленными предприятиями для сохранения природы. Каждый поступивший от граждан вопрос отработают специалисты профильных ведомств и Центр управления регионом. Рыбалка удается на славу, говорят участники. Взрослые дети активно вовлечены в игровой процесс. Поймать водных обитателей и угадать их название – это одно из заданий семейного экофестиваля. Следуя маршрутному листу, участники проходят несколько станций. В этом году организаторы большое внимание уделяют образовательной стороне проекта. Все семьи, участники – это люди с активной позицией. В прошлом году мы таким же образом проводили экологический фестиваль, и люди откликнулись очень здорово, очень активно. И в прохождении анкетирования по завершению мероприятия они отметили, что очень бы хотели, чтобы такое мероприятие было ежегодное. Основная задача экофестиваля – это приобщить детей к бережному отношению к окружающей среде, научить их правильно вести себя на природе и расширить знания о водных растениях и обитателях наших рек и озер. На каждой из станций, успешно выполнив задания, участники получили подсказку, с помощью которой они могли отыскать клад с подарками. Мы пришли сегодня поучаствовать с семьей, которая у нас пополнилась еще на одного маленького человека. Тем не менее, всем было интересно. То есть для каждого возраста, 14-летнему или трехлетнему ребенку, на каждом нашлось здесь сегодня занятие. Это и веселые песни, и интересные творческие задания, и познавательные задания. Очень все было интересно, все понравилось. На этом мероприятие не закончилось. Одевшись потеплее, взрослые и дети отправились на берег реки Вах. Общими усилиями им удалось очистить территорию и собрать немалое количество мусора. Автор идеи провести семейный экофестиваль – излучинская школьница Анастасия Николаева. Ее проект уже второй раз получает грант губернатора Югры. И, как признается Анастасия, это мероприятие она хочет сделать хорошей традицией для всех жителей Излучинска. Рита Кадыргулова, Екатерина Елизарова, Леонид Мальковский. Телевидение Нижневартовского района. Излучинск. Воспитанники старших и подготовительных групп всех пяти детских садов Белоярского собрались на набережной Сейпан. Здесь проходил ежегодный экологический парад. Дети у нас идут с плакатами агитационными о том, чтобы беречь планету нашу, привлечь внимание взрослых. Организаторы экологического праздника – районная администрация совместно с природным парком Нунтои, Центром культуры и досуга Камертон. Нам надо всем это беречь, природу не мусорить, смотреть. Нам надо беречь, чтобы когда вы выросли, чтобы в лесу так же бегали белочки, зайчики, ежики и росли грибы. Все, крипятишки, вас с праздником. Ура! Участников экологического парада было более 150 человек. Надо сказать, что педагоги нашего района прививают детям любовь к родному краю, к природе, начиная с дошкольного возраста. Наш сад уделяет большое внимание экологическому воспитанию, именно нравственному, патриотическому воспитанию. Поэтому с детства должны дети быть настроены положительно на эту тему. Александр Прискач и Дмитрий Слепенков из Белоярского специально для телекомпании «Югра». Маневрирование, развороты, торможение, объезд препятствий – все это на драйве. Югорские полицейские осваивают программу экстремального вождения. Таким образом, они совершенствуют навыки для контраварийного управления автомобилем. В первую очередь эти курсы проходят госавтоинспекторы, водители машин дежурной части, службы конвоирования и ППС. Программа включает в себя теорию и практику. Первая предусматривает изучение общих принципов и тактики управления транспортом в разных условиях. А вторая проводится на специальных площадках. Обязательным является спецкурс по прогнозированию и умению избегать провокационных ситуаций на дорогах, сообщает пресс-служба полиции ЮКРЫ. Здесь каждый может стать соавтором перемен и внести новые конструктивные изменения в развитии России. Звучит громко, но именно от простых школьников, студентов, рабочей молодежи страна ждет новых креативных идей. Лига будущего – федеральный проект, который подхватили многие регионы и города. В Нягоне первая креативная сессия состоялась в марте. За это время модераторы собрали и отправили кураторам проекта сотни нягонских идей. Финальный мозговой штурм состоялся в технологическом колледже. Буквально с первых минут студенты включились в работу. Я хочу предложить закрытое футбольное поле, потому что зимой, например, футболистам, любителям футбола негде развивать свои навыки, свою игру. Ну то есть летом это доступно на полях школ, а зимой этого возможности нет. Я считаю, что нужно открыть бесплатный проездной билет для пенсионеров, потому что не у каждого пенсионера есть возможность позволить себе ездить на маршрутках. Плюсом того, что не у всех позволяет пенсия, у кого-то маленькая бывает. И поэтому считаю, что это будет хорошим вариантом. Я предлагаю идею отапливаемых остановок, потому что у нас зимой, в принципе, очень холодно в городе, да и в целом в регионе. Вторая идея, она связана с тем, что сейчас общество, молодежь не особо любит читать. В библиотеки почти никто не ходит, вот сымают. Я хожу в библиотеки, там очень мало народу, в основном старшее поколение. И вот моя идея, что можно совместить кафе и библиотеки. Или сделать какие-то прям отдельные кафе, где будут стоять библиотеки. Ты можешь покушать и почитать книгу. Лига будущего – это не просто сбор молодежных идей. В ходе мозгового штурма молодым людям необходимо сформулировать ряд волнующих их проблем. И тут же в ходе дискуссий предложить свои варианты их решений. Креативность, необычность, то есть не что-то стандартное. Тут ведь мы не можем в полной мере посмотреть, ну эксперты, я так полагаю, не могут посмотреть в полной мере, в чем заключается механика и так далее. Тут больше за саму необычность и креативность идей. Именно из молодежи, от молодежи можно получить как раз-таки самые невероятные, самые безумные, но тем не менее очень идейные, классные и работающие проекты, потому что они ориентированы именно на их возраст, так скажем. А они больше всего понимают, что им нужно или что им не нужно. Креативные встречи участников Лиги будущего в Нягоне завершились, но сбор идей на портале продолжается. Подведение итогов состоится 27 июня в День молодежи на общественном марафоне идей. Топ-100 лучших проектов должны быть реализованы в стране. Анжела Менченкова, Александр Агеев, Нягонский телеканал, специально для телеканала Югра. Торжественное открытие праздника началось с поднятия флага Сабанту и активистами татаро-башкирской общественной организации «Булгар». Принял участие в мероприятии и глава города Алексей Харлов. Рад вас всех приветствовать здесь на этом. Мы здесь с 2004 года проводим здесь Сабантуй. Честно, я первый раз сам. Ну что, хотелось бы сказать, что всё-таки Сабантуй – это символ нашего единения, веры в лучшее. Поэтому пусть он принесёт в ваши дома только благополучие и счастье. Всех с праздником! По традиции главе города одели тюбетейку и дали попробовать национальный напиток – башкирский кумыс. Кроме того, Алексей Харлов принял участие в забавной игре, где должен был с завязанными глазами палкой разбить горшок. Среди почётных гостей праздника был также имам Егорской городской мечети. Этот праздник наших предков внесли от века в век, поколение в поколение. И также мы сохраняем этот праздник и продолжаем многие года. Уже в Егорске сколько лет она проводится. Вот этот праздник не только татары башкирского Сабантуй, он общегородской, общелюдской. Самый массовый зрелищный конкурс и всеми любимый – это, конечно, кореш. Кстати, борьба на поясах включена в реестр национальных видов спорта. Главное условие для победы – оторвать соперника от земли и положить его на спину. Победителя по традиции ждёт самый главный пресс Сабантуя – живой баран. За звание самого ловкого боролись две девушки и девять мужчин. Вообще первый раз решил просто побороться, не разу не боролся. Хотя является нашим национальным видом спорта кураж. В Санск-Башкирии просто первый раз попробовал. А занимаюсь? Ничем не занимаюсь, просто физическую форму поддерживаю. Покорение вертикального столба – ещё одно традиционное состязание на Сабантуе. Участвуют в нём смелые и выносливые мужчины. Тагир Ибаев – студент Советского политехнического колледжа. Он во второй раз взбирается на вершину. В 2018 году ему удалось подняться за одну минуту и 20 секунд. В этот раз на 30 секунд дольше. У меня же к середине уже заканчиваются силы. И пластинки всё тяжелее становится. Главное запастись энергией, покушать плотно, конечно, чтобы всё получилось. Да, я не первое место занял, но хоть что-то, главное участие. Помимо основных стартов на праздники, югорчане участвовали в других спортивных состязаниях и традиционных национальных играх, где сотни взрослых и детей продемонстрировали свою силу и ловкость. Бег в мешках, поднятие гири и перетягивание каната. Всегда участвовал в всяких состязаниях. Так что сейчас вот с детьми хочу, чтобы они также участвовали в состязании, знали этот праздник. С радостью гуляем, отдыхаем, веселимся, внуков привезли. Это у нас основной, любимый самый праздник весны, после пассивных. Народные гуляния в честь празднования Сабантуя прошли с размахом. Концертная программа, где выступали национальные коллективы из Казани, Егорско-Советского и Нягани, порадовала всех, кто приехал в выходной в Суеват-Пауль. Екатерина Козлова, Артём Крюков, Егорск ТВ. Вот так весело, задорно, а главное полезно для здоровья проходит профилактический курс для укрепления здоровья пожилых граждан, прошедших вакцинацию или ревакцинацию. Помимо культурно-досуговых мероприятий, в него входят общеукрепляющий массаж, так называемая танцотерапия, адаптивная физическая культура и это далеко не весь перечень оказываемых услуг. Занятия с психологом, в том числе по программе природотерапия, также с выходом на природу, либо в задние помещения при плохой погоде. И специалист по комплексной реабилитации даёт рекомендации гражданам пожилого возраста о питании в пожилом возрасте, общие вопросы по сохранению их здоровья. Вместе с этим для участников реабилитации работает кабинет-мастерская для реализации своих творческих идей. В целом курс рассчитан таким образом, чтобы каждый смог найти занятие себе по душе. В нашем возрасте нужно заниматься. И находишься в коллективе, и здесь вообще хорошо. Меняю все упражнения, всё. Сначала ходила и к психологу, и поделки делаю, на физкультуру, а теперь я только сюда хожу. Только физически? Да, теперь только на физически. Тонус повышенный, и настроение хорошее, и чувствую себя лучше. Всего такой профилактический курс рассчитан на 21 день. А для того, чтобы стать участником восстановительной программы, нужно пройти курс вакцинации против COVID-19 и относиться к категории граждан 55+. Галла Рублёвская, Александр Никаноров и Иван Лободин, телеканал Первый Советский.